Карабахский конфликт – это этнополитический конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами. В начале XX века Нагорный Карабах дважды становился ареной кровопролитных армяно-азербайджанских столкновений. В мае 1918 года в связи с революционными событиями и распадом российской государственности в Закавказье были провозглашена сначала самостоятельная Закавказская демократическая федеративная республика, а позже три независимых государства – Грузинская демократическая республика, Республика Армения и Азербайджанская демократическая республика. Армянское население Карабаха из Ангизура, однако, отказывалось подчиняться властям АДР. Созванный 22 июля 1918 года в Шуше первый съезд армян Карабаха провозгласил Нагорный Карабах, независимой административно-политической единицей, и избрал собственное народное правительство. Противостояние между азербайджанскими войсками и армянскими вооруженными отрядами продолжалось в регионе, вплоть до установления в Азербайджане советской власти. В середине июня 1920 года сопротивление армянских вооруженных отрядов Карабахи с помощью советских войск было подавлено. В течение 1920-1921 годов вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха решался согласно текущим внешнеполитическим целям советского руководства. 30 ноября 1920 года Азревком своей декларации признал Зангизур и Нахичеван частью советской Армении и предоставил Нагорному Карабаху право на самоопределение. Решение карабахского вопроса в пользу Армении было подтверждено постановлением пленума Ковбюра от 3 июня 1921 года, однако окончательное решение было принято пленумом, состоявшимся 5 июля того же года, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию. Это вызвало недовольство армян, которые на тот момент составляли более 94% населения области. Существует мнение, что включение в состав советского Азербайджана региона, подавляющее большинство населения которого составляли армяне, могло быть обусловлено желанием большевистского руководства советской России обеспечить политическое сближение с Кемалийской Турцией. В июле 1923 года районы Азербайджанской ССР с преимущественно армянским населением были объединены в автономное образование. При этом административные границы не совпадали с этническими границами. В конце 1930-х годов административно-территориальные изменения внутри Азербайджанской ССР привели к образованию так называемого Лачинского коридора, отделившего территорию Нагорно-Карабахской автономной области от Армении. В 1960-е годы социально-экономическая напряженность в регионе несколько раз перерастала в массовые беспорядки. Если карабахские армяне чувствовали себя ущемленными, в культурных и политических правах на территории Азербайджана, то карабахские азербайджанцы выдвигают встречные обвинения в дискриминации со стороны армянского большинства на территории самой Нагорно-Карабахской автономной области. Вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении поднимался несколько раз, но не получал поддержки в центре. Межобщинный конфликт, имеющий давние исторические и культурные корни, приобрел новую остроту в годы перестройки на фоне резкого подъема национальных движений в Армении и Азербайджане. К ноябрю-декабрю 1988 года в этот конфликт оказались вовлечены большинство жителей обеих республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного Карабаха, превратившись в открытую межнациональную конфронтацию, которую лишь на время приостановило Спитакское землетрясение. Неготовность советского руководства к адекватным политическим действиям в обстановке, обострившихся межнациональных распри, противоречивость принимаемых мер, декларирование центральными властями равной степени вины Армении и Азербайджана в создании кризисной ситуации привели к зарождению и укреплению в обеих республиках радикальной антикоммунистической оппозиции. В 1991-1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. По уровню военного противостояния ее превзошел лишь Чеченский конфликт, но, как отметил Сванте Корнелл, из всех кавказских конфликтов Карабахский конфликт имеет наибольшее стратегическое и общерегиональное значение. Этот конфликт – единственный на территории бывшего Советского Союза, в который непосредственно вовлечены два независимых государства. Более того, в конце 1990-х годов Карабахский конфликт способствовал формированию на Кавказе и вокруг него противостоящих друг другу группировок государств. 5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны. С точки зрения международного права этот конфликт является примером противоречий между двумя фундаментальными принципами. С одной стороны – права народа на самоопределение, а с другой стороны – принципы территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению.